Это в определении Мартингала стало вот так. Так, условное мать ожидания стало не равняться, а оцениваться, а суп Мартингал. Значит, это стало вот что, значит, условное мать ожидания стало больше либо равно. Ну вот, а из Йенсена, значит, смотрите, что получаем из Йенсена для условных мать ожиданий. Значит, если В выпуклое и вот такие вот интегрируемые, то тогда получается, что В от Кси Т суб Мартингал. Значит, ну, действительно, действительно, почему так? Значит, давайте посмотрим, значит, почему так. А, да, я тут не написал, конечно, самое главное. Значит, Кси Т, при этом Мартингал, конечно, сам. Значит, Мартингал подставили в выпуклую функцию. Значит, ну, почему так будет? Но у нас для Йенсена было... Значит, смотрите, как было для Йенсена. Значит, Йенсен говорит, что Выпуклая функция от условного мать ожидания Оценивается Условным мать ожиданием от композиции, так? Вот, теперь мы это применяем Значит, в качестве... Ну, естественно, в предположении, что и Ф интегрируемо, и В от Ф интегрируемо. Но это у нас тут предположено. Значит, смотрите. Подставляем, значит, подставляем сюда В качестве Ф Подставляем сюда Кси от Т. Значит, А в качестве Ф подставляем Кси от Т. В качестве А Берем ФС. Так? И тогда, значит, смотрите, что получается. Получается, что В От Значит, условное мать ожидания Относительно ФС От Кси от Т Это меньше либо равно Чем условное мать ожидания Значит, ФС от В От Кси от Т Так? Значит, вот что получается. Так? А теперь 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 вот это Значит, вот это Из-за маркингальности Это В От Кси от С Так? Значит, Получается, что Значит, получается, что Ну, а это как раз Вот Ну, вот, собственно, вот это вот То, что нужно получается Так Вот основные примеры Значит, из этого получаются основные примеры Значит Е в степени Винеровский процесс А Е в степени модуль Винеровского процесса А Модуль Винеровского процесса Модуль Винеровского процесса в степени П Где П больше либо равно Единице Значит, вот это Суб маркингалы они суп маркингалы 0 но не маркингалы ну вот в качестве упражнения значит качестве упражнения поверьте что значит они они не маркингалы так теперь а вот еще одно еще одно полезное определение свойства но в каком-то смысле ортогонального маркингальности давайте чтобы у меня обозначение совпадали конспектом значит пусть ты это натуральные числа натуральное время значит процесс процесс кси n предсказуем относительно фильтрации fn если верно следующее кси n измеримо относительно fn минус 1 значит для всех n значит 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 смотрите значит какой значит так сказать смысл этого а вот обычная согласованность относительно фильтрации это когда кси n относительно ну сну своей так сказать сигма алгебры ну измерим так но здесь такое так сказать заранее измеримость начинается кси n измерим относительно меньшей не относительно своей сигма алгебры относительно меньшей так вот значит а если есть какая угодно последовательность случайных величин то из нее можно устроить ну ну как мы говорили естественную фильтрацию ну просто ей и значит ну и породить до момента времени но тогда она будет согласована с своей естественной фильтрации но вот этого свойства такого так сказать более глубокой согласованности уже естественно может не быть а а а зачем дискретное время потому что мы отступаем на единицу можно нет а а а а можно так 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 сделать можно но у нас сейчас будет ну у нас некоторые определения а в таком виде чтобы попроще было а они в большей общности потому что у нас сейчас будет теорема а разложение согласованного процесса она будет для упрощения дела в дискретном варианте а значит а у той но воды теоремы вот этот известная классическая теорема дуба мейера а у нее есть непривный вариант но он такой ну немножко так сказать более теоретико множественной и ну вот для него предсказуемость ну вот как вы говорите делается не обязательно отступив на единицу но у нас в целях упрощения будет это сделано вот в таком варианте значит вот вот пример значит пример пусть мартингал мартингал относительно относительно а fn и мартингал который стартует из нуля так а если если этот мартингал предсказуем то он просто нулевой то есть видите получается что это ну вот правда при условии начала из нуля получается что при условии начала из нуля это не согласованность не согласованность так сказать не как с мартингальностью то есть это такое нечто нечто ортогональное мартингальности ну почему нужно что он стартует из нуля это понятно потому что если вы возьмете константу не нулевую то значит будет и то и то но но вот смысл этого примерно в том что вот так сказать кроме ну так грубо говоря кроме констант ничего такого не бывает давайте это проверим давайте это проверим почему он значит почему если мартингал оказался предсказуемым и вышел из нуля то он никуда дальше не двинется значит смотрите ну да ну давайте посмотрим давайте например посмотрим почему кси один проверим что кси 1 0 ну а дальше естественно таким шагом получается что все что все проверим что кси 1 0 так значит смотрите что у нас есть у нас есть значит у нас есть вот что условное мат ожидания кси 1 относительно f0 это кси 0 и это 0 так это маркингальность из-за маркингальности условное среднее кси 1 при нулевой сигма алгебре будет кси 0 равная нулю но это это есть кси 1 из-за f0 измеримости потому что вспоминаем что когда мы берем условное среднее относительно какой бы то ни было сигма алгебры у той случайной величины которая относительно этой сигма алгебры измеримо то она сама и остается поэтому видите вот это получается кси 1 ну и значит это 0 ну и так далее так значит значит и так далее кси 2 равно нулю так ну и значит все все дальше они будут значит таким образом у нас вот есть значит маркингалы и есть вот такие вот процессы странные ну такие процессы конечно такие процессы бывают это даже специально искусственно не надо сооружать примеры например если вы у маркингала время маркингалы индекс сдвинете просто вот он значит со сдвинутым индексом станет вот таким значит но чем примечательны эти процессы оказывается а из них и из маркингалов сооружаются все прочие согласованные процессы и вот давайте я не что это виде теоремы приведу значит теорема разложения дуба миера ну а так если более аккуратно говорить то это разложение то что я сейчас приведу это разложение дуба американского математика ну тут я уже как-то его упоминал по другим поводам одного из так сказать отцов-основателей современной теории случайных процессов а а мейер поле андре мейер это был такой тоже знаменитый французский математик а который был а дуба учеником в какое-то время ну вот там он учился вообще в париже но потом в америке было вот он у дуба был а и сам дуб доказал вот то что мы сейчас с вами докажем но я бы сказал более простое утверждение как вы сейчас увидите а мейер а распространил это утверждение на более трудный случай непрорывного времени если в этом более трудном случае непрорывного времени но там появляются вот и нюансы в определении предсказуемости но 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 это я не буду приводить потому что это выглядит несколько более технически вот это значит а довольно старый значит результаты то то другое ну дуба совсем старый но и у мейера нельзя сказать что уж совсем недавний он совсем молодым человеком в 60-х годах его получил на что позже ну вот к сожалению мейер не очень пожилым не так давно умер но он после этого прославился многими другими результатами в теории случайных процессов и позже до конца жизни он был в стразбурге во франции он когда вернулся из америки потом уже работал во франции основную часть времени он был в стразбурге у него там был знаменитый семинар там несколько крупных нынешних французских математиков были его учениками такой в общем один из самых в мире был знаменитых семинаров по теории случайных процессов вот этот семинар мейера в стразбурге но 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 сам он сам он последние годы уже так не очень много писал работ по математике он как-то больше увлекался китайским языком когда я у него был на этом семинаре выступал в стразбурге в стразбурге то я помню он меня повел в китайский ресторан и там на салфетке написал он он похвастался что изучает китайский язык и там на салфетке написал мне как будет значит мое имя по-китайски вот я в качестве сувенира от мейера значит значит храню это надпись вот значит а теорема значит вот в чем состоит значит пусть процесс процесс значит вот с таким неотрицательным целым временем согласован согласован с фильтрацией а и все ксиенные интегрируемые значит тогда тогда существует существует единственный мартингал мю n от t и значит как у меня значит пи n пи n значит предсказуемый процесс такие что кси n есть мю n плюс пи n значит таким образом общий согласованный процесс разлагается на две компоненты ну правда тут еще техническое условие конечно интегрируемости есть потому что без интегрируемости значит нет обсуждения мартингальности значит таким образом общий согласованный процесс это мартингал ну разумеется относительно той же фильтрации а и вот такой вот предсказуемый процесс и стало быть а вот они между собой как бы так сказать не смешиваются так а а и значит всякий можно вот в таком виде представить а значит да да я еще я еще забыл отметить что пи 0 пи 0 нулевой вот это важно вот это важно это я действительно забыл отметить если это не отметить то нельзя утверждать конечно единственность потому что можно из мартингала вычесть константу к предсказуемому процессу добавить константу так и тогда если вот про это не сказать то значит единственности не будет начну давайте это докажем что что да 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 что что ну да значит доказательство не сложное я бы сказал для такого замечательного для такого замечательного факта доказательство я бы даже сказал что оно тривиальное значит а у нас с доказательствами ну как говорят в билеты включаются значит вещи которые не сложно доказываются у нас значит какие то есть вещи которые сложно доказываются их надо там как факты знать но эта вещь хороша тем еще что доказательство простое но правда ну вот ну вот с ним надо ознакомиться так вот нельзя сказать что оно прямо очевидное напрашивается но когда с ним ознакомишься вот ну вот оно там буквально несколько строчек значит ну естественно раз обещали пи ноль ноль ну и делаем его таким так а дальше а дальше пи n делаем вот каким это будет сумма по k от единицы до n значит вот от чего берем вот такие вот разности так и берем их условные средние это n больше либо равно единице то есть видите значит задаем там явно то есть вот вот это уже половина решения потому что смотрите после того как мы пи n задали так то этому мю n не остается ничего другого как стать разностью так видите поэтому дальнейшая часть доказательства это проверка то что это все годится так но давайте значит давайте проверим что есть предсказуемость так ну очевидно что она есть потому что видите у нас строится через условные средние так которые берутся до предыдущего момента так поэтому сразу из построения процесс предсказуем так значит проверяем проверка маркингальности разности раз значит вот уже никуда никуда не деться как брать вот так так значит вот давайте значит давайте проверяем ну значит значит смотрите что у нас есть значит есть согласованность так и есть интегрируемость а значит ну понятно согласованность тоже из определения а интегрируемость это потому что а вот эти ксиены были интегрируемыми мы из них чего-то условными мат ожиданиями наварили это тоже интегрируем так значит поэтому пен получился интегрируем значит обратите внимание в общем определение предсказуемого процесса интегрируемость не требуется так но в нашей ситуации она естественно есть так теперь ну и теперь проверяем честно значит значит ну что проверяем значит проверим что условное среднее от мю н значит в предыдущий момент есть мю н в этот предыдущий момент значит если это верно ну я напомню в мартингальности нужно проверять все предыдущие моменты но когда время дискретное то достаточно проверять по непосредственно предыдущему так значит в общем определении тут нужно было бы поставить s всякие s и меньше s мю n и проверять такие равенства но раз мы знаем если мы это знаем для всех n то тогда ну понятно дальше двигаемся значит индуктивно получаем что так же будет когда тут не n минус 1 а меньше так вот значит поэтому нужно проверять вот это равенство ну давайте значит давайте его проверять а значит давайте его проверять а а значит вот проверяем значит смотрите значит из определения это получается вот что а а а ведь мю n это разность двух так но тот который вычитается p n он относительно вот этого измерим так поэтому он вычитается уже сам по себе без всяких условных ожиданий так вот а значит здесь получается следующее а значит здесь получается следующее ну но если вычесть так то получается вот такой результат это мы просто посмотрели просто посмотрели взяли посмотрели на определение вот этого так ну я его к сожалению стер но но если бы оно было написано непосредственно под этой строчкой ну в конспекте у меня она на наоборот над этой строчкой написаны поэтому легко сличить а значит а значит смотрите вот эта штука вот эта штука это это такая сумма так ну где есть еще ну вот как я там писал до n сумма да до n видите а мы а мы вычли до n минус 1 так а тут был еще вот такой так ну и вот как раз вычитание вот такого из самым последним этого оно даст вот вот этот остаток так так что вот получился вот получилось такое выражение ну и что же это получается значит это получается кси n минус 1 ну потому что он согласованный а минус п n минус 1 так ну а это мю мю n минус 1 значит то есть видите значит как раз получилось то что нужно вот значит таким образом получился мартингал значит теперь проверяем единственность значит единственность значит ну что значит единственность это значит что если мю n плюс пи n есть мю n штрих плюс пи n штрих и пи 0 штрих тоже ноль то из этого следует что это одно и то же то есть значит мю n равняется мю n штрих пи n равняется пи n штрих так значит почему ну потому что потому что значит если взять разности то мы получаем что мю n минус мю n штрих мартингал так а и значит мю n мю ноль штрих значит тоже ноль значит это тоже мартингал стартующий из нуля а пи n штрих минус пи n это предсказуемый так значит это предсказуемый и он тоже значит и он тоже значит нулевой так но из этого тогда следует из этого следует что ну в силу примера значит из этого следует что как мы разобрали значит если мартингал стартующий из нуля оказался предсказуемым то он нулевой так что видите значит получается единственность а ну как видите доказательство очень простое но значит ну что не вполне очевидно в этом доказательстве ну вот почему почему это вдруг встали вот этот предсказуемый процесс так вот задавать в виде ну такой суммы конечно когда сумма предъявлена то ну банальная проверка но вопрос почему же такая сумма как догадались до такой суммы но а на самом деле можно догадаться что нужно такое брать а это значит таким способом а ну вот так сказать попытаться попытаться восстановить мартингальную часть ну вот уже вот думая что уже есть разложение так а такое попытаться ну начать восстанавливать мартингальную часть вот ну проектирование ну и если так делать ну то в общем довольно быстро приходишь к такому так сказать ответу так значит это значит это у нас значит это у нас разложение значит дуба мейера и на этом основная мартингальная часть заканчивается но сейчас у нас будет еще небольшое касание вот этих мартингальных вопросов в связи с марковскими моментами моментами остановки и будет мартингальный значит в качестве примера мы разберем известную задачу разорение игрока да нет ну смотрите что у нас случилось значит если есть два таких разложения то вычитаем одного из ну вычитаем их друг из друга так и что тогда получается получается тогда что разность мартингалов это мартингал так и это разность мартингалов оказалась разностью предсказуемых процессов но разность предсказуемых процессов предсказуемый процесс значит таким образом вот это мартингальная разность оказалось предсказуемым процессом а и он этот ну у них общее значение ноль в нуле так а у нас был до этого пример что если мартингал предсказуем и стартует из нуля то он ноль ну ну значит все разности нулем, значит, совпадают компоненты. Ну, конечно, да, да, это я не писал, но, разумеется, это же не числа, эти условные средние, это же не числа, это все, ну, и процессы, все это процессы, так что, конечно, когда пишут, что процессы равны, это имеется в виду, что почти всюду. А вот, кстати, ну, я уже сейчас тут на доске не буду выписывать, а это, когда речь шла про субмартингалы, то вот, ну, вот у меня в конспекте есть такая задача, не буду еще ее выписывать. Вот пуассоновский процесс, у нас вот две основных классики, Виннеровский процесс и пуассоновский, так, значит, Виннеровский мартингал, начинаем Виннеровский процесс подставлять в какие-то функции, ну, как правило, уже это не будет мартингал, так, а, значит, но, там это будет, ну, там, когда в разумные функции подставляешь, там будет, ну, либо субмартингал, либо супермартингал, так, Но, значит, как быть с Паосоновским процессом? Кто он? Он вроде бы как процесс с независимыми превращениями, правда? А у нас было утверждение, что вроде как процессы с независимыми превращениями это Мартингалы. Но не совсем так. Там был не просто процесс с независимыми превращениями, а процесс с нулевым средним еще. Но у Паосоновского процесса среднее не нулевое. Никуда не деться. Не нулевое, но среднее. Значит, Паосоновский процесс этим следствием, ну, этим там утверждением не охватывается. Но будет ли он Мартингалом? Но мы проверяли, что когда вообще процесс с независимыми превращениями Мартингал, когда у него среднее постоянно. Но у Паосоновского процесса, ну, у невырожденного, который там не тождественной ноль, у него среднее непостоянно. Значит, он не попадает под эту категорию. Ну, вроде как, жаль. Такая классика, но не Мартингал. Но он будет субмартингал. Вот это в качестве упражнения проверьте. А другое упражнение состоит в том, что, значит, смотрите, Виннеровский процесс. Значит, Мартингал, его квадрат не Мартингал. Упражнение проверить не Мартингал. Ну, тоже вроде плох, вроде хороший процесс, квадрат Виннеровского процесса, но не Мартингал. Но оказывается, что квадрат Виннеровского процесса можно легко превратить в Мартингал. Оказывается, если из квадрата Виннеровского процесса, ну, вот, значит, если взять его в квадрате, он не Мартингал. Но оказывается, что если вычесть Т, то будет Мартингал. Так, значит, ну, вот это все эти вот упражнения там в конспекте выписаны. Я их сейчас на доске не буду воспроизводить. Значит, вот это любопытно сделать, попробуйте это сделать. Ну, кстати сказать, там еще более общее упражнение, нечто еще более общее про процессы с независимыми превращениями в конспекте. Но вот попробуйте хотя бы вот это сделать для квадрата Виннеровского процесса. Так, теперь, значит, теперь следующий, следующий, можно сказать, раздел, это такой, Марковские, значит, Марковские моменты и теорема об остановке. Значит, смотрите, какой, ну, такой вот, можно сказать, бытовой смысл теоремы об остановке. Значит, о чем она говорит? Ну, вот, ну, вот вы, значит, представьте себе, что там угораздило вас, значит, пойти на рынок и сесть там, значит, с хлопцами играть, значит, в монетку. Так, ну, это все знают, что это обычно плохо кончается, но, значит, вы там вообразили, что монетка честная, и что вы все видите, как она бросается. Значит, но, значит, вы решили, что, ну, хорошо, вот я буду играть, значит, пусть она там честная монетка, вот буду, значит, бросать много раз, пока стипендии хватит. Мы, кстати, в следующий раз разберем задачу разорения игрока и выясним, насколько стипендии хватит. И, значит, буду заканчивать игру, ну, в какой-то, ну, выбранный мной момент, так. Вот, смотрите, если игра честная, так, ну, что значит честная? Ну, вот это математически означает, что вы суммируете независимые случайные величины, которые принимают, там, значения 1 и минус 1 с вероятностями 1, 2, так. И вот вы, значит, суммируете, там, кси 1 плюс кси n, это вот, как я в прошлый раз пояснял, это такой один из самых базовых мартингалов, значит, общий выигрыш к моменту n, так, ну, и поскольку у всех кси n средняя 0, то у этого вашего выигрыша суммарного с n, у него тоже средняя, естественно, 0, так. Ну, это все в предположении, там, честности монеты, ну, честности, значит, монеты, так. Но, предположим, что вы решили, что вы будете выигрыш свой мерить, ну, в какой-то случайный момент, который вы сами выбираете, так. Значит, вот вы не в момент такой, ну, универсальный какой-то n останавливаете игру, так, а выбираете, ну, какой-то свой момент, который вам нравится, и у вас поэтому получается новая случайная величина, не сумма этих кси n, 1 кси n, а у вас n, до которого вы суммируете, так, стало, ну, выбранным вами, значит, оно стало случайным, понятно, да. И то у вас получилась уже некая новая случайная величина, она, разумеется, не равна, ну, кроме того случая, когда вы этот момент выбрали просто константы n, так, ну, в других случаях у вас получается какая-то новая случайная величина, так. Ну, и возникает вопрос, вот у этой новой случайной величины средняя будет прежняя, 0, или вы можете так хитро выбирать момент остановки, что средняя, ну, будет в вашу пользу, так. Ну, естественно, если никаких ограничений на момент выбора нет, ну, конечно же, вы решаете, что давайте так, ну, не может быть, чтобы я бесконечно проигрывал, будет наступать момент, в который у меня суммарный выигрыш, ну, будет, например, равен двум моим стипендиям, так. И я буду останавливать всегда игру в этот момент, вот выиграл две стипендии и не зарюсь на третью, значит, спокойно ухожу их проедать, так. Значит, ну и что же получается? Получается, что значение суммы, вот этой, так, значит, выбранный вами момент, оно просто константа всегда, вот это ваша удвоенная стипендия, так. Ну, и вроде как вы добились, значит, своего, вы научились игру останавливать в тот момент, когда у вас, ну, просто некая постоянная всегда, и поэтому средняя такой постоянной, но она и будет, так. И поэтому вместо нуля вы получаете, ну, вроде как, так сказать, какой-то выигрыш, так сказать, да. Но, значит, этот момент, ну, такой специфический, и вот, значит, следующее определение, оно, ну, в каком-то смысле запрещает такие льготные моменты остановки, так. Значит, и, значит, смотрите, значит, ну, как всегда в таких делах определение техническое, но смысл его примерно такой, вот запретить, значит, всякие финты с моментами остановки. Значит, значит, определение, значит, пусть, ну, время у нас часть прямой, значит, случайная величина Тау со значениями в Т, и к этому Т еще добавили плюс бесконечность, называется, значит, марковский момент. Ну, вот уже по названию видно, что мы подруливаем к последнему, значит, сюжету, значит, этого курса, к марковским процессам, это уже, так сказать, на полдороги. Значит, марковский момент, если, ну, относительно фильтрации, конечно, относительно фильтрации, значит, Ф от Т, если, вот давайте это я, если напишу, чтобы оно тут повисело некоторое время, если множество таких омега, что Тау от омега меньше либо равно Т, содержится в Ф от Т для всех Т. Значит, если Тау конечна почти всюду, то, значит, если при этом Тау конечна почти всюду, то Тау называется момент остановки. Значит, ну, а, значит, какой смысл, значит, какой смысл, вот этого, значит, вот этого, значит, вот этого ограничения. Значит, смысл, ну, смысл вот какой. Значит, что о наступлении события, что Тау меньше либо, что Тау меньше либо равно Т, вы узнаете не позже момента Тау. Вот, вот примерно какой смысл этого, так. Ну, вот давайте, давайте какой-нибудь пример рассмотрим и рассмотрим, в частности, тот момент, про который я сказал, когда вы, значит, при бросании монетки в качестве момента выбрали момент достижения, ну, некого уровня, так. Значит, давайте начну вот такой пример. Значит, пример. Значит, пусть Кси-Эн просто процесс. Так, значит, пусть Кси-Эн просто процесс. Значит, Эн натуральная. Так. Значит, Ф-Эн порожденная им фильтрация. Так, ну, точно, он с ней согласован. Вот. А, значит, в качестве момента, значит, возьмем вот какой, значит, Б, значит, Борелевское множество. Так. Вот, и, значит, возьмем такой момент. Тау, значит, Б от омега, это минимальная Н, такое, что Кси-Эн от омега попало в Б. Так. А, значит, ну, или плюс бесконечность, если таких Н нет. Так. Значит, таким образом, это первый момент попадания в фиксированное множество. Так. Значит, смотрите, значит, если, если никогда не попадает в это множество, то плюс бесконечность. Так. А, значит, если когда-то попадает, то поскольку у нас время натуральное, то, ну, среди таких попаданий есть первое. Так. Ну, ну, вот, значит, мы его и берем. Значит, давайте докажем, значит, давайте докажем, сейчас, ну, это, значит, значит, сейчас я вот думаю, ну, тут у меня в конспекте пояснилось. Ладно, давайте не буду оставлять как задачу, давайте разберем. Значит, это Марковский момент. Значит, будет ли он моментом остановки? Ну, вот, смотрите, значит, в случае вот этой, значит, нашей модели с бросанием монеты, значит, что это за множество B? Это просто выбранное вами число. Ну, например, там удвоенная стипендия. Ну, или какая-то еще более серьезная какая-то сумма. Так. Значит, видите, ну, это B может быть точкой. Вот это, значит, первый момент, значит, попадания в точку. Так. Теперь, ну, еще, да, да, еще конкурирующие, какие могли бы быть еще конкурирующие моменты. А вы можете, вы могли бы взять в качестве множества не точку, так, ну, не число, а весь луч справа от числа, так. Это было бы, значит, смотрите, чему бы это соответствовало. Это соответствовало первому моменту, когда вы, ваш выигрыш превысит, ну, достигнет или превысит некого уровня, так. То есть, предположим, вы соглашаетесь не обязательно, чтобы прямо точно угодить в значение, там, выбранное, но согласны, что выигрыш будет больше, так. Значит, ну, понятно, что это будет, это будет некий другой момент, вообще говоря, так. Ну, другая будет случайная величина, но тоже по, значит, тоже будет, тоже будет марковским. Значит, ну, почему, так, значит, давайте проверим, значит, почему это будет марковский момент. Значит, давайте это разберем. Значит, смотрите, что нам нужно проверять. Нам нужно, значит, вот фиксируем t натуральное и смотрим t омега, где tau от b от омега будет меньше либо равно t. Значит, как это можно представить себе, что это такое? Значит, смотрите, что это означает, что tau от b меньше либо равно t. Ну, это значит, что вы, это такие омега, что вы попали в b, ну, в моменты времени 1, 2, 3, ну и так далее до t. Значит, когда это меньше либо равно t? Ну, когда, во-первых, вы попали, и во-вторых, попали не позже, чем в момент t. Значит, t это фиксированное натуральное число. Так, значит, поэтому, значит, смотрите, значит, какие вам тут годятся, значит, какие омега вам тут годятся? А вам тут годятся омега, ну, такие омега годятся, что кси 1 от омега равняется t, так? Это вам годится такое, так? Значит, потому что если в кси 1 от омега, значит, сейчас, кси, я ерунду написал, кси 1 от омега попала в b, да? Значит, такие вам годятся, да? Дальше вам годятся такие омега, что кси 2 от омега попала в b, так? Ну и так далее, и вам годятся те, что в этот момент попала в b. Вот эти все годятся, так? Значит, видите, это t множеств, и они все, из-за того, что процесс согласован, так? Значит, они все в f от t. Значит, ft самое большое, так? ft самое большое среди этих сигмалов, так? Значит, они все в этой или в предыдущих, так? Вот. Значит, поэтому тут все окей. Значит, если омега не попала в b, не в один из этих моментов, ну, значит, для нее t у от b будет, для этой омеги, t у от b будет больше t. Так что, видите, значит, тут можно явно проверить. Видите, довольно простая явная проверка, значит, что это будет, значит, ft измеримо. Но теперь спрашивается, будет ли это момент остановки? Видите, это уже другой вопрос. Значит, это марковский момент, но у нас марковскому моменту разрешено быть бесконечности. Так? Ну, может ли случиться, что никогда не попадем в b? Ну, это зависит, конечно, от процесса кси n. Ну, представьте себе, что у вас процесс неотрицательный, так? А множество b – это луч, там, левее минус единица. Ну, тогда вы никогда в него не попадаете, и тогда получается, что будет бесконечность, так? Ну, всегда будет плюс бесконечность, да? Ну, а может быть более хитро, может случиться так, что у вас для некоторых омег вы попадаете когда-то, а для некоторых нет. И поэтому может случиться, ну, там это легко вы можете устроить, так, ну, изменить эту конструкцию с неотрицательным процессом, так? Например, сделать так, что для каких-то омег процесс неотрицательный, а для других, ну, какой-то другой, так? И вот он для тех, которые неотрицательны, не будет попадать, а для других будет попадать, так? Так что, можно скомбинировать так, что для каких-то омег будет, значит, ну, конечность, для других нет. Но момент остановки, это не обязательно, что для всех омег, конечно, для почти всех, так? Ну, вот можно устроить так, ну, уже там немножко хитрее, так, что, вот, будет, значит, ну, для каких-то бесконечно момент, но это на меры нул, так, такой тоже, ну, в общем, чего-то несложно устроить. Вот, теперь, значит, теперь, теперь, вот, значит, вот интересная теорема, связанная как раз вот с той моделью, значит, довольно примитивной, про которую я с самого начала сказал. Значит, теорема, значит, теорема о моменте остановки. Значит, пусть кси-энная, ну, значит, с неотрицательными целыми N, Мартингал относительно фильтрации, ну, с такими же индексами. Так, и Тау ограниченный момент остановки. Ну, или то же самое, что ограниченный Марковский момент, потому что, если Марковский момент ограниченный, но он и будет в момент остановки, так? Тогда мат ожидания от процесса, остановленного в момент Тау, будет равно… А, да, я еще забыл, нет, нет, не забыл, 0 у меня есть, да, у меня 0 есть, значит, будет вот такое. Значит, поэтому, если, если, значит, у этого нулевое мат ожидания, то вот у этого тоже нулевое, ну, вот в частности, значит, смотрите, что получается. Получается, что, ну, вот сейчас мы это докажем, это, значит, доказывается, к счастью, очень просто, так? Но прежде чем доказывать, значит, давайте вернемся вот к этому нашему примеру с бросанием, значит, монеты и достижением уровня, так? Там, как видно было, что какой вы не возьмете, возьмете какой угодно уровень, так? Ну, не нулевой, и в качестве момента остановки объявите, ну, первый момент, ну, там, достижения или превышения этого уровня, так? Ну, и как мы видели, что тогда в этот момент у вас всегда, значит, в этот момент у вас вот эта композиция, она всегда будет этот уровень или больше, значит, ее среднее неизбежно будет это или больше, значит, будет не ноль, так? Значит, получается, какой вывод? Получается, такой вывод, конечно, ну, он и без этого вычисления очевидный, что достижение этого момента, выигрыш, оно, ну, неограниченное, так? Вот этот момент у вас, получается, он неограниченный. То есть, видите, получается так, что если вы, вот, ну, в этой, значит, игре выбираете, значит, вы выбираете момент, когда остановиться, так? Ну, и этот момент у вас пусть оценивается каким-то, ну, каким-то гигантским числом, так? Ну, там, миллиардом, например, лет пусть этот момент оценивается, так? То оказывается, что если все-таки правило такое, что останавливаться в марковский момент и вот соблюдать вот это ограничение на миллиардное время, то у вас выигрыша не будет, так? То есть, у вас средняя, так сказать, средняя игры все равно останется нулевым, так? Ну, это, разумеется, все делается в предположениях, там, честных игр, там, нулевых, средних и так далее. Значит, разумеется, ну, в практических играх, ну, вот, скажем, там, когда играют в рулетку, то там никаких таких вещей нет, потому что там с самого начала, ну, все эти игры обычно бывают заряжены на то, что там, ну, скажем, у банка, там, значит, есть всегда, значит, какой-то выигрыш, значит, но, значит, это все, конечно, немножко такие идеализированные схемы, ну, вот, но, тем не менее, вот, значит, видите, результат не очень очевидный, так? Вот, если это интерпретировать в все эти моменты остановки, ну, собственно, вот все эти слова остановки, они на самом деле и пришли, так сказать, из этих игр, так вот, вообще, в вероятностной терминологии очень большой отпечаток вот этих азартных игр, так? И, собственно, современные всякие приложения, они, в общем-то, не очень сильно далеко от этого ушли, там, значит, все эти приложения к финансовым рынкам, они на самом деле, вот, от этих, значит, сомнительных, значит, игр с древности, они на самом деле не очень далеко ушли, ну, и терминология, вот, значит, отдает примерно вот этими, так сказать, мотивами, значит, остановками. Вот, так вот, смотрите, значит, получается, что так, вообще, это не очень очевидно, да, что вы, так сказать, по своему усмотрению останавливаете игру, когда хотите, и оказывается, что, вот, если, ну, некие, там, довольно разумные технические предположения выполнены, то, оказывается, выигрыш у вас не ожидается, у вас все равно выигрыш будет нулевой. Вот, ну, давайте это докажем. Значит, ну, а технически, эти вещи, значит, они к чему, значит, все сводятся? Ну, они сводятся вот, ну, к неким манипуляциям с условными средними, конечно, так. Так, значит, ну, давайте, значит, докажем, значит, доказательство, значит, доказательство. Значит, пусть, значит, пусть tau меньше либо равно m, так, тогда, значит, смотрите, что получается. Кси от tau оценивается, значит, значит, получается, что tau это 0, 1, 2, ну, и так далее, m, так. Так, значит, поэтому это через что оценивается? Ну, естественно, это оценивается через сумму, так. Отчуда следует, что кси-тау интегрируема, раз она измеримая и оценивается по модулю несколькими интегрируемыми, так. Так, теперь, значит, ну, поэтому вот это среднее существует. Значит, фиксируем индекс, ну, фиксируем какое-то значение, значит, в каждый момент времени tau это одно из, значит, ну, там, сейчас только, сейчас только я нехорошо написал, ну, еще 0, еще 0, конечно, еще нужно, тут 0 еще нужно, конечно, тут еще 0, потому что tau еще может быть нулем, конечно. Значит, для каждого омега, значит, смотрите, получается, что все омеги разбиваются на какие? А в каждый момент, значит, ну, в каждой омегу этот момент tau, он, ну, что-то, вот, какое-то одно из, от нуля до m, так. Ну, вот мы фиксируем такое, значит, и, значит, смотрите, что пишем. Значит, пишем просто среднее, так, пишем этого среднее, значит, на индикатор вот этого, значит, на индикатор вот этого вот множества, так. И чему равно среднее вот этой величины композиции? Ну, нужно все вот эти сложить, так, по индексу вот этому, так, до m включительно. А чему равно это? Значит, давайте напишем, значит, это вот чему равно. Ведь на этом множестве, на этом множестве tau равно вот этому j, так, поэтому получается, что это есть, вот, значит, среднее чего, так. Но это есть, ну, и вот это самое, значит, самое главное. Это есть вот что такое. Почему? Это из-за маркингальности. Значит, значит, вспоминаем, что вот у этой штуки, это служит ортогональной проекцией на подпространство измеримых относительно вот этой сигма-алгебры, так, fg, fg. Но этот момент марковский, поэтому это множество, оно как раз отсюда, так. Поэтому получается, что вот это маркингальное свойство позволяет нам написать вот такое равенство. Ну, а тогда, тогда смотрите, что получается. Тогда мы можем это начать дальше крутить, и тогда получится, что это есть вот что. Видите, оказывается, можно до последнего, m, это докрутить. Так. Но тогда, тогда, значит, смотрите, что у нас получилось. Значит, у нас так, значит, у нас так, при каких же, 0, 1 и так далее, m. Так. Значит, суммируем, значит, суммируем по m. Получается, что среднее, значит, это есть сумма вот таких. А это есть сумма вот таких вот. А это есть среднее кси-м, но это маркингал, и поэтому среднее кси-м, это есть среднее кси-0. Вот, видите, значит, таким образом равенство доказано. Значит, сейчас у нас это равенство, значит, сейчас это равенство у нас, сейчас только, значит, я тут еще хотел, хотел сделать замечание про, значит, ну вот, сейчас я это равенство хочу применить вот к этой, значит, классической задаче о разорении, так. Так, но прежде чем к ней переходить, значит, еще сделать замечание хочу. Значит, замечание про недискретное время, значит, континуальное время. Значит, континуальное время t. Значит, вот пусть, значит, дана фильтрация уже в континуальном времени. Теперь аналог вот этого момента остановки. Значит, значит, tau из омега в расширенную прямую, значит, это опциональный момент. Значит, если, ну, все то же самое, значит, все то же самое, если, ну, как вот было до этого. Давайте только вот так сделаем, сделаем меньше, значит, для всех t. Значит, вот теперь, значит, ну, вот в качестве упражнения, значит, в качестве упражнения, значит, пусть, значит, процесс ксиатэ согласован с фильтрацией, значит, и имеет, имеет непрерывные траектории, значит, и у открыто, и в качестве момента tau берем вот что. Это инфинум, значит, инфинум таких t, что ксиатэ попадает, значит, ну, попадает в u. Ну, если таких t нет, то плюс бесконечность. Значит, вот это, значит, опциональный момент. Значит, в качестве упражнения надо проверить. Значит, ну, значит, обратите внимание, что процесс не какой угодно, а процесс с непрерывными траекториями, так что он не может так вот произвольно скакать. Ну, и вот это свойство непрерывных траекторий, оно тут как раз ответственно за то, что это опциональный момент. Ну, и, значит, для таких, значит, для таких процессов, значит, вот, значит, вот, значит, теорема. Значит, теорема. Ну, там не только для таких, конечно, процессов. Но вот такие процессы, это и такие моменты, это одно из характерных, значит, ситуаций, где следующая теорема применяется. Значит, пусть, значит, это мартингал относительно фильтрации и, значит, траектории непрерывной. Ну, или, тут можно чуть-чуть улучшить, или непрерывной справа. Так, это чуть-чуть больше. Так, значит, тогда, тогда для всякого ограниченного опционального момента тау, ну, верно, прежнее равенство. Значит, если вы процесс останавливаете в этот момент, то, значит, среднее такое же, как если бы вы его, ну, как если бы вы его и не начинали. Ну, значит, доказательства, ну, несколько более техническое, ну, несколько более длинное и техническое, чем предыдущее, но по идее оно, в общем, довольно близко. Так, вот предыдущее совсем было, простое, но вот тут так банально не сделаешь, потому что у нас, тут, смотрите, вся фишка предыдущего была в том, что разбивалось наконечное число времен, так, но можно так, даже не зная доказательства, можно, конечно, представить себе, откуда это примерно берется. Значит, понятно, что значит, разумный способ попытаться вот это тау ну, какими-то дискретными, вот мы как бы для дискретных уже знаем, что так, ну, и вот попытаться приблизить дискретными, вот такой возможен подход. Но, значит, что это доказательство мы не будем обсуждать, ну, это, это так вот к сведению, так сказать, такое замечание к сведению. Вот, и теперь, значит, вот, значит, сейчас я, ну, я, правда, сейчас что-то с этим замечанием немножко затянул, но, в общем, если не успею, то в следующий раз докончу, про, значит, задачу о разорении, значит, задачу о разорении игрока. Это классическая задача, ее разные решения можно найти в книжках по обычной теории вероятности, где нет никаких Мартингалов, там, Марковских моментов. Это такая довольно старинная задача, которую решали еще вот отцы-основатели этой науки, так сказать, в средневековье. Но вот эти Мартингальные идеи и вот эта теорема о моменте остановки позволяет, значит, очень элегантно найти решение. Значит, значит, итак, значит, кси-энные, значит, н натуральные, это независимые независимые случайные величины, так, и они принимают, ну вот, как в этой нашей замечательной игре, два значения, но только монета стала несимметричной, вот она будет симметричной, когда P равно 1,2, так, вот, а, значит, тут моделируется ситуация, ну, когда вот вы пришли там, скажем, на Даниловский рынок, а там у хлопца подточенная какая-то монета. Вот, кстати, в раскопках великих городов древности, там, типа Вавилона, вот, неоднократно находили монеты с совпайками, значит, совершенно очевидным образом служащие для смещения, значит, сторон, при бросании, игральные кости с искусно сделанными шпайками, которые смещали центр тяжести, так что вот народ, так сказать, до всех этих маркингальных идей уже довольно давно дошел, так сказать, еще в древности. Вот, значит, и, значит, фиксированы числа А и Б, так, значит, и СН это Х плюс КСИ1 плюс и так далее КСИН, так, а С0 С0 это Х. Ну вот, считается, что вы начинаете, значит, игру, ну, это не обязательно именно бросание монеты, ну, под такой схемой многие другие игры моделируются, так, значит, вы начинаете игру с капиталом Х, который находится, значит, в диапазоне А, Б, так, и, значит, 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 момент окончания игры, Тау, Тау, значит, это минимум, минимум таких Н, что СН попадает, ну, что СН это одна из двух точек, так, значит, это, значит, смотрите, когда, когда у вас игра останавливается, значит, игра останавливается, либо когда сумма достигла А, так, либо когда сумма достигла Б, так, вот, значит, получается, что вам нельзя выходить, значит, за этот диапазон А, Б, так, ну, и вот, когда, значит, достигли А или Б, то, значит, считается, что игра останавливается, значит, что такое вероятность разорения, значит, давайте выпишем, значит, вероятность, значит, вероятность разорения, значит, вероятность разорения, это есть вероятность того, что первый момент – это А. Ну, можно, например, считать так, что, скажем, А – это отрицательно, так, ну, А – отрицательное, но какое-то, ну, не очень большое, так, ну, например, вы считаете, что вы можете играть до тех пор, пока вот выигрыш, то есть до тех пор, пока проигрыш, там, ну, не хуже двух стипендий, так, и тогда А – это будет минус две стипендии, так, а, значит, значит, вот эта команда, с которой вы на рынке играете, у них гораздо большие возможности, так, и у них, ну, там, предположим, есть капитал, там, в тысячу стипендий, так, но, если ваш выигрыш достигает тысячи стипендий, то вы снимаете кассу, они закрываются, и, значит, игра останавливается, так, ну, и, значит, вот вопрос в том, что случится быстрее, вы выйдете на минус две стипендии ваших, или ваш выигрыш будет, там, тысяча стипендий, и они закроются, так, вот, значит, вот о чем, так сказать, тут вот эта вероятность, так, значит, какова, значит, какова, ну, давайте посмотрим, какой ответ, значит, а это, значит, как я говорю, еще в средневековье, значит, классики, которые этим занимались, значит, вот этим вопросом озаботились, ну, и нашли ответ, так, довольно искусными, значит, рассуждениями, ну, и, ну, и, в общем, так сказать, вот, кстати, сказать интересно, что в те, значит, в ту эпоху у классиков были найдены решения нескольких задач, некоторые решения были, оказались неправильными впоследствии, а некоторые правильные, вот эту задачу они решили правильно, но давайте, давайте я, сейчас, на самом деле, уже нам сейчас скоро, наверное, заканчивать надо, давайте, значит, я вам сразу скажу, давайте я вам сразу скажу, какой ответ, значит, ну, ну, вот, ну, в следующий раз мы его, в следующий раз мы его получим, ответ, оказывается, задан вот такой вот явной формулой, видите, как ни странно, значит, ответ явный, довольно простой, ну, вот, в следующий раз мы, значит, выведем это, ну, и я сразу скажу, ну, это уже можно догадаться, что это получится из вычисления среднего момента остановки, естественно, значит, вот мы проанализируем, значит, в следующий раз, этот момент остановки, значит, это я хочу сделать не спеша, потому что это будет тот случай, когда теорема об остановке применима, но момент остановки все-таки неограниченный, вот мы видели, что для неограниченных моментов неостановки, вообще говоря, неверна эта теорема, но вот здесь оказывается, почему-то, что ее можно применить, мы разберем, почему, и, собственно, это вычисление, оно в одну строчку будет сделано из того, что среднее в момент остановки такое же, как в нулевой момент, вот, это, собственно, очень простое вычисление, а основное обсуждение, почему это так можно делать, вот, это будет в следующий раз, значит, в следующий раз, значит, будут марковские процессы, так, и потом от марковских процессов появится, ну, будет некое общее обсуждение марковских процессов, и появится два специальных вида, значит, ну, собственно, один, но второй будет еще более специальный, марковские цепи, ну, некие базовые сведения о марковских цепях, цепях, и ветвящиеся процессы, тоже, ну, в неком очень специальном и простом виде, ну, и вот это, собственно, то, что осталось на этот семестр, значит, хотя вот мы сейчас вроде бы не очень далеко от середины, но, значит, в идейном отношении, ну, через экватор перешли, вот, по сути, остались марковские процессы, вот так, так, все, значит, давайте я на этом тогда приостановлюсь, вот, вот.